Ваши тайные удовольствия, из-за которых вы чувствуете вину по знаку зодиака. Кто-то получает удовольствие от повторного просмотра своих любимых фильмов, а кто-то очень любит сладкое. Но в зависимости от вашей личности, вам может быть неловко за привычки, которые мешают вам в достижении ваших целей. Эти привычки могут вызывать в вас чувство вины или даже угрызение совести. Мы назовем вам некоторые ваши привычки, которые смущают вас и заставляют чувствовать себя неловко, потому что вы поддаетесь им. Овин. Не секрет, что вы постоянно ищете новые способы оставаться активным. Но люди будут удивлены, узнав, как вы проводите свое свободное время. Вы не хотите ставить под угрозу свою репутацию авантюриста, но вы не можете избавиться от того, что любители все время от времени проводить весь день в пижаме. Хочется порой просто остаться дома и ничего не делать, просто валяться в пижаме. Телец. Временами вы можете быть немного требовательными, но вам определенно не стыдно за это качество. Однако вы, возможно, не хотите рассказывать людям, что вы время от времени тратите слишком много на еду из хороших ресторанов и не беспокоитесь о том, чтобы сберечь остатки. Вы любите себя побаловать. Ну чего уж там. Близнецы. Ваша любовь к чтению – это неплохое удовольствие, но содержание прочитанного оставляет желать лучшего. Вы можете поглощать столько различной информации, что порой вас бросает из крайности в крайность. От классического романа до сплетен про звезд кино. А еще вы готовы тратить уйму денег на приобретение книг. Ведь, как мы упоминали ранее, у вас к ним неимоверная страсть. Книги ваши все, как информация, которую вы из них черпаете. Рак. Интернет – ваш друг. Ведь вы склонны избегать общения с людьми. Вам нравится оставаться за кадром и по-настоящему найти себя в интернете. От тщательного создания постов в Инстаграм до ведения блога. Вам нравится любое хобби, которое не требует от вас покинуть свой уютный дом. Лев. Какие ваши тайные удовольствия? Вы просто любите иногда побаловать себя новой парой обуви или пальто, которое настолько дорогое, что не оправдывают покупку. Люди всегда восхищаются вашим вкусом, но вы часто лжете о том, сколько вы потратили на свой последний образ, чтобы избежать неловкости и осуждения. Дева. К вам обращаются за советами по здоровью, потому что вы не только знаете, как приготовить лучшее блюдо из овощей, но и обладаете недероятной силой воли. Тем не менее, каждому даются небольшие слабости, и вы просто любите время от времени побаловать себя любимыми углеводными застольями. Весы. Вы не позволяете своим самым близким друзьям заглядывать в ваш гардероб, потому что даже если у вас отличный вкус, вы все же не можете ни от чего избавиться. Вы настолько нерешительны, что убеждаете себя, что, возможно, однажды вы наденете ярко-розовые брюки, которые последние 10 лет прятались в глубине вашего шкафа. Скорпион. Вы точно знаете, чего хотите от жизни, но даже вам иногда нужно вдохновение. Вы в значительной степени являетесь наркоманом в социальных сетях. Вы можете бесконечно просматривать изображение дома, своей мечты и любимых нарядов в поисках мотивации, и это никого не касается, кроме вас. Но любите вы помечтать о прекрасном. Только вот крайне редко вы что-то воплощаете из этого в жизнь. А очень жаль. Стрелец. Вы любите серьезно заниматься личными делами и не принимаете участие в традиционных праздных днях. Вы любите проводить воскресенье, обедая и исследуя окрестности в одиночестве, независимо от того, что ваши близкие не понимают и не принимают этого. Вы гордитесь своим образом жизни, и вам надоело объяснять свое поведение своим друзьям и близким. Козерог. Какие ваши тайные удовольствия? Независимо от того, насколько вы дисциплинированы в повседневной жизни, вам необходимо удовлетворить свою тягу к роскоши. Вы всегда занимаетесь самообладанием, поэтому время от времени вам нужно разовиться на дорогие шоколадные конфеты, дизайнерские каблуки или дорогие гаджеты. В конце концов, ваши слабости – это ваш способ поддержать свой ответственный статус. Водолей. Все знают вас как либерально настроенного друга, который никогда не отказывается от возможности высказать свое мнение. Но знают ли они, что вы с нетерпением ждете бездумного просмотра телевидения в конце дня. Ваш ум всегда активен, и вам иногда просто необходимо хорошенько насытиться какими-то киношками, даже если вы в конечном итоге смотрите «Друзья» в пятый раз. Рыбы. Ваша склонность к панике из-за потенциального негатива толкает вас в бездну интернета, в которой вы просеиваете бесконечные теории заговора о чем угодно – от политики до финала вашего любимого шоу. Вы не должны чувствовать себя виновным из-за того, что время от времени хотите убежать от реальности. Мы все делаем это. Друзья. Независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют и там. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь.